Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Подростковая жестокость. Сегодня о том, на что способны Тихони. Эти шрамы на голове 12-летнего Вани Федорищева из Кировоградской области навсегда оставят в памяти первомайский день 2014 года. Когда мама Вани увидела сына с изрубленной головой, она едва не лишилась рассудка. В больнице Ваня рассказал, что с топором на него напал односельчанин, 16-летний Александр. Но в селе считают, что на преступление Сашу спровоцировали. А родные подростка и в страшном сне не могли представить, что их мальчик может оказаться в тюрьме. Медики три недели боролись за жизнь Вани. Под наблюдением врачей-психиатра все это время находился и Саша. Что же на самом деле могло заставить тихого парня схватить топор? В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить истинные причины подростковой жестокости и можно ли изменить судьбу этих трудных детей. Тема эфира «Трудный ребенок». И сегодня у нас в студии мама пострадавшего Вани, Наталья Шевчук. Здравствуйте, Наташа. Расскажите нам о Ване, в каком состоянии он сейчас, как себя чувствует ваш сын? Ну, сейчас ему намного легче. Правда, он сейчас еще на таблетках. Что говорят врачи? Ну, намного лучше. Но у него в голове осталось два перелома и травма головы. В тот момент, когда все это случилось, вы были дома? Нет, я не была дома. Вы уехали в тот день? Да, я уехала. То есть Ваня остался дома один? Ваня остался дома один. 12 лет Ваня. Ну, я всегда... Он достаточно взрослый, чтобы один остаться дома? Ну, в принципе, не 8-летний, я считаю так. Но я ему всегда доверяла. То есть вы его не первый раз оставляете? Нет, не первый раз оставляете. То есть в Знаменку еду по продукты, по памперсу, по то, по сё. Приходится оставлять. А что мне остается делать? Памперсы, то есть это для кого? У вас есть ещё один ребёнок? Да, у меня ещё есть маленький ребёнок, полтора года я росла. А этот ребёнок с кем оставался? Этот ребёнок, когда я уехала, когда Ваня сам остался, этого ребёнка я взяла с собой. Когда вы уезжали, вот какие наставления вы обычно давали Ване? С дома никуда не уходить, телевизор смотрит сколько хочет. Если на рыбалку, допустим, пусть идёт, ну, только говорит, сколько и когда. Вы его контролировали? Ну, да. На сколько вы обычно оставляли своего сына? Ну, до трёх, до четырёх дней. На четыре дня? Дней? Ну да. Ни часов дней вы могли оставить своего 12-летнего сына? Да, у меня самостоятельный. А если он хотел поесть, кто его кормил? У меня ребёнок сам уже может готовить. Интересно, у вас вообще нет родственников, которые могли бы присмотреть за ним в это время? У меня стража живёт на другой улице. Она присматривала, приходила? Нет. Нет? Ну, у меня же своих трёх детей. У вас плохие отношения с сестрой? Ну, не очень так, но более-менее нормально. Давайте посмотрим, что вы рассказывали журналистам перед эфиром. Внимание на экран. Захожу я в хату, захожу, тут лежит моя дитина, застелено одеяло на полу, включенный телевизор. И он вот тут так лежит, весь в крови, свет был выключен, весь в крови, весь чёрный, весь там, ну, чёрный, як вот эти мои штани, дитина чёрная, збита, вся синяя. Голова вся склеена кровью. Тут калюжа крови, с такой жестокостью вырубать кусок, вырвать кусок мяса шиї и десь выкинуть. То есть, врачам пришлось робить так, чтобы оно как-то так заросло, чтобы хоть ями там дырки не было. Треба посадить дитину, так, как полагается. Сколько ему положено, стільки хай сидит. Его треба изолировать. Наталья, я не понимаю, вот несколько дней, получается, ваш ребёнок был в этом состоянии, вот в этом кошмаре, который вы сейчас описываете? Да, но я не думала, что так будет. Кого вы позвали на помощь, что было дальше? Я набрала, нашла на мобильный телефон скорой, быстро вызвала скорую, быстро вызвала милицию и уже ждали скорую милицию. Давайте послушаем, что врачи сказали, в каком состоянии был Ваня, внимание. Мальчик поступил с открытой черепно-мазовой травмой, множественными рубленными ранами волосистой части головы, подкожной гематомой затылочной части, вдавленным переломом теменно-затылочной области. Это могло привести к развитию вторичного менингита, то есть воспаления мозговых оболочек, что могло бы быть чревато фатальным исходом. Вы слышали, что говорит врач, еще бы чуть-чуть, и ваш сын мог умереть. А если бы вы его не оставили, то этого могло бы не произойти. Вы спрашивали своего сына, кто с ним это сделал, что произошло? Ну, я спрашивала, он говорит, Саша Пашковский. Это его друг или одноклассник? Нет, они в разных школах. Ну, просто они в одном автобусе ездят в школу. Саша одногодка вашего сына? Нет, нет, ему 16. Он старше на 4 года? Да, да. Они как, они вместе играли, или они просто, где они пересекались? Ну, я так поняла, что в тот день Виньо позвал до себя во двор. Ваня позвал Сашу? Да, да. Поиграть в конструктор. У вас во дворе, да, в доме? Потом пришел в дождь, они зашли в хату, в дом. Переждать дождь. Ну, Ваня сел на корточке и дивился телевизор. Саша лежала белеванула веревка, Саша взял ту белевую веревку, Ваня без внимания. Ну, пишу и пишу себе Саша в веранду. Винь взял, взял петлю, накинул дотину на шею и душил. То есть, винь уже тогда замыслил план, якобыть дотину. 16-летний парень. Давайте послушаем, что рассказал сам Ваня о том страшном дне. Внимание. Сталося в пятницу в вечере, часов в десять. Зашли в хату. Я сидел, дивился мультики, он сзади напал. Начал рубать, накинув петлю и душить начал. Ну, что, на шею рубал на голове, бубцы, а что. Еще синялки, гематома ока была. Втік, кинул в ту пору в колодець. Був без сознания. Я очнулся. У меня голова сильно крутилась. Я не мог даже выйти на улицу, покликать соседей. Ваш сын рассказывал, что стало причиной, почему вдруг Саша вот подобное совершил. Перед ними произошла какая-то ссора. Ну, что за ссора могла произойти между подростками, двумя подростками, 12-16 лет, чтобы вот так такое вот сделать? Он говорил, что он как-то его там обзывал. Ну, какие слова... Ваня обзывал Сашу? Да, ну, какие слова он не говорил. Вы сама воспитываете детей? Да. Вообще у вас какие отношения, насколько близкие? Они приходят, рассказывают. Вот я подрался, я поссорился, у меня проблемы в школе. Бывают у вас такие доверительные беседы? Ну, да. Ну, Ваня рассказывает, но не всегда. А учителя, вот другие люди рассказывают что-то о Ване? Да, да, да. Рассказывают или там, допустим, звонят, рассказывают. Что рассказывали? Он до этого уже вот где-то был замешан в каких-то таких вот подростковых потасовках или что-то? Нет, нет, такого серьезного не было. Но шкодничал в школе? Было такое? Ну, да, было такое. Но что было? С детьми там девочек там обижал, там с одноклассниками не сильно очень он дружил. Жаловался, что у него там друзей нету. Ваш сын Ваня Федоричев приехал к нам в студию. Давайте его встретим, поддержим. Привет, Ваня. Здрасте. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Расскажи нам, пожалуйста, вот что случилось в тот день? Ну, я его обозвал дурачком, он потом вышел где-то на веранду, потягивал белевую веревку, сделал отрезок, сделал петлю, взял тупор, зашел в хату, накинувся и начал рубать. Ну, подожди, ты сказал, ты его обозвал дурачком? Вот это все, что ты ему сказал? Угу. А раньше как вы общались с Сашей? Ну, нормально. А как часто вы встречались вместе? Где? Ну, там, когда его двору, когда гуляли лето, на копанке, на ставку. А в тот день Саша, почему он оказался у тебя дома, вот когда мамы не было? Ну, он ишел гулять, спитал у меня, чи я буду гулять, мы пошли на писковище, когда ишли назад, хотели скупаться, а там потом пустился дощ, мы побегли домой гулять в конструктор. Вы вдвоем играли в конструктор, и потом, вот как вот это все случилось? Ты сказал, я его назвал дурачком, почему ты это сказал? Потому что он начал обзываться. Что говорил Саша? Ну, дурачок, безмозглый. То есть была какая-то ссора, Ваня? Вы что-то не поделили? Ну, да. Из-за чего-то все случилось? Из-за обзываний. Как долго ты вот пролежал в таком бессознательном состоянии? Дня два. У нас в студии психотерапевт Елена Рыхальская. Мне удалось поработать с Ваней перед эфиром, и я могу сказать, что, очевидно, здесь присутствуют две вещи. Первое, это очень высокий уровень тревожности, который, наверное, связан с тем, что он является, конечно же, пострадавшим и жертвой на сегодня. Но также я, очевидно, заметила высокий уровень агрессии в этом мальчике. Частично подавленный, но он есть, он присутствует. И я смею подразумевать то, что Ваня, возможно, был провокатором этой ситуации. И мне кажется, что эта агрессия только проекция на одноклассников и на Сашу. На самом деле это подавленная агрессия вследствие отношения с родителями. Как может спровоцировать вот 12-летний ребенок, спровоцировать 16-летнего своего товарища, чтобы тот вот такое совершил? Наверняка Саша был в состоянии аффекта на тот момент, когда он это делал. Но его агрессия, Сашина агрессия, это 100% накопившаяся агрессия его какой-то сложной жизни, которой послужила психотравматическая ситуация в течение не одного года. Скорее всего, слова Вани, они послужили последним этапом для того, чтобы вот это вот переключение на аффективное состояние произошло. Давайте сейчас постараемся больше узнать о Саше. Я приглашаю в студию его бабушку Татьяну Валентину Нужумахану. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу оправдать своего внука. Это такой доброты ребенок. Он двоих сестричек своих, 7 лет и 4 лет, вырастил сам. Потому что Марины не было когда за ними смотреть. Ну там не коровы, хозяйство, все такое. Это ее доход. Ну а вот зять мой, он, конечно, меня очень волнует. Я не понимаю, что это за человек. Он может нагрубить. Вот такое выражение. Саша, пошли на рыбалку. Там мне, папа, я до бабушки пойду, потому что бабушку надо спросить там все. Да пошли ты эту бабушку. Вот так, понимаете? Значит, в таких условиях воспитывался ваш внук. Да, вот так. Татьяна Валентиновна, присядьте, пожалуйста. Значит, давайте сейчас вот по порядку. Итак, трагедия случилась 1 мая. Праздничный день. Вот вспомните, пожалуйста. Саша тогда был с вами? Да, он был со мной. Мы с ним вечером, каждый вечер, 5-6 часов управляемся там по хозяйству. Я держу немножко хозяйство. Он всегда мне помогает. Всегда. А этот день он не пришел. Был дождь. Он не пришел. Когда пришел где-то в полвосьмого. Ну, около восьми, что-то так, я уже не помню точно. Говорю, Саша, ты почему не пришел? Бабушка, дождь был. Я говорю, ну дождь, значит, раньше надо было прийти. Он так забежал в дом. Потом выходит и говорит, бабушка, я больше так не буду. Ну, я так обрадовалась, что ребенок мне просит извинения. Ну, ладно, говорю, не будешь, так хорошо. Говорю, все. По нему ничего абсолютно не было видно, что он что-то натворил. Вы ничего не заметили странного? Вот он попросил у вас прощения, да? Что-либо на его одежде, следы крови или, не знаю, вот что-то, чтобы... Я не видела этих всех, ни пятен этих всех. Вот когда уже милиция подошла, эти джинсы оказались почему-то у Марины там дома. И начали смотреть, там действительно была эта кровь и все такое. Он мог не помнить состояние девка. Ну, когда уже после этой милиции я стала спрашивать, разговаривать, Саша. Его же не забрали ни в милицию, нигде. Я стала с ним разговаривать. Саша, неужели это ты все сделал? А он мне стоит и говорит, бабушка, да. Я говорю, почему? И он мне стал рассказывать, что были на речке детки эти. У меня есть еще внуки. Там же в селе живет мой старший сын. У него есть Максим, старший мальчик. Ну, меньше из-за этого. И этот Максим ведет с собой еще Андрюшку, еще меньшего внука. Тому еще три годика только. И вот они вдвоем рыбалят там, на этой речке. Там такой кусочек речки, они там все рыбачат. Ваня подошел, забрал у Максима удочку, поломал ее. Ваня, ты забрал удочку? Значит, подходит Максим к Саше. Это же его двоюродный брат, но старший. Саша, значит, Максим плачет. Говорит, у меня забрал Ваня удочку и поломал. Саша подходит к Ване. Ваня, ты зачем поломал удочку? Значит, будете покупать с мамой. Отдадите, говорит, Максиму удочку. Ваня начинает грубить. Ты такой-сякой перед такой всякими словами. Там идут в ход любые слова. Татьяна Валентиновна, сломанная удочка, любые грубости, обзывательства. Но ведь это же все не повод, не причина хватать веревку, не брать топор. Я понимаю. Дети, так бывает. Они могут сломать что-то, удочку, велосипед, толкнуть друг друга, обозвать. Но не брать же топор. Возможно, причины стоит искать вот в его семье. Возможно, даже вот вы правы, когда вы говорите о воспитании зятя. Зять мой, он не любит Сашу. Это видно было сразу. Мы постоянно боролись с ними, чтобы она с ним не жила. Потому что это было... Ну, вам этого не рассказать. Там то, что идут в ход матюки, но и кулаки, и ноги. И ребенок это все видел. Это применялось и к нему. Это не только я скажу. Это скажут все в селе даже. Но в глаза Аркасю никто не скажет. Потому что Аркас наш держит все село. То есть он авторитет такой на деревню у вас? Да, как бы авторитет такой, да. Это ваш зять, да? Это мой зять, да. Что вы можете сказать об отношениях Саши вот с Ваней? Раньше они как? Нет, они не дружили никогда. Потому что Ваня слишком... Ну, мальчик мог такой пойти, коровы где-нибудь отвязать с цепков, выкинуть там эти цепки, там что-нибудь натворить в селе. Это вот Ваня в нас. Ваня мог обозвать Сашу в автобусе, как хотеть. И Саша терпел. Послушайте, может быть, ваш внук Саша, он хочет быть, ну вот как, знаете, тоже своего рода авторитетом? Вот как его отчим? Он просто защищал себя. И все. От чего? С топором от чего защищал? А я сейчас скажу, Наташа, за что он защищал. Он защищал себя. Он стоял с топором. Ваня стоял, сидел спиной к дверям, а он с топором был. От чего защищал? Это же твоя версия. Это его версия. Когда с этой удочкой получилось такое вот, Ваня с Сашей начал угрожать. Я тебя убью, я тебя повесю. Я тебя убью топором. Это Ванины слова. Было такое? Точно не было. Не было. Оксана, бросим. Я хочу сказать, что в данной истории я считаю, что Ваня все-таки что-то скрывает. Действительно, у них был конфликт. И он не договаривает. Это чувствуется даже при поведении Вани, как он рассказывает, как он опускает глаза, и он все-таки скрывает что-то от нас. Но в данном случае нет проблемных детей, есть проблемные родители. Поскольку виноваты в поведении абсолютно всегда в 100% родители. Давайте посмотрим две семьи. Две семьи, два мальчика. Две мамы их воспитывают. Мальчики, взрослые мужчины в семье. То есть они чувствуют за собой ответственность, мужскую ответственность в семье. И они считают, что они как будто заменяют мужчину для своей мамы. Поэтому они считают, что им можно агрессивно высказываться и прикрикнуть на маму. Потому что нет мужчины, который может маму защитить в этой случае, как в одной, как и в другой семье. При этом эти ребята предоставлены сами себе. Я не понимаю маму Вани, почему она уехала, не забрала с собой этого ребенка. Ведь ответственность родителей за своих детей, за жизнь и здоровье никто не отменял. Ведь мы же рожаем детей для того, чтобы они росли, они погибали и жили здоровыми. Тимофей Нагорный, вот скажите, как вы считаете, что должно такое случиться, чтобы подростковая шалость привела к такой беде? Я считаю, что для мальчиков нужны правильные примеры для подражания. У Саши пример для подражания был достаточно агрессивный и злой отчим. У Вани, как я понимаю, вообще нет папы, воспитывается мамой. Поэтому для него, наверное, был пример для подражания наш телевизор, в котором агрессия, кровь, злость. И поэтому, наверное, у них в такой системе воспитания происходят сбои. Они становятся сами злыми и агрессивными. У Вани тоже есть отчим, точнее был отчим. Он у нас в студии сейчас. Это Сергей Ершов. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, здравствуйте. Вот как вы воспитывали Ваню? Я ему предложил дружеские отношения. Но так, чтобы друг это не тот, который закрывает глаза на пакости, а который строго говорит об этом, может и даже наказать. Вот так мы с ним и строили отношения. Он компанейский парень. Картошку садили вместе, выкапывали вместе, сопали вместе, поливали вместе. Я не все время там находился, ездил домой. Я уезжаю, он уже на все положил, ему ничего не надо, кроме поесть, поспать и погулять. Вы наказывали Ваню? По мелочам нет, просто строжил его. А если серьезные проступки были, да, по заднице, по спине, ладошкой получал. Но я-то знаю, откуда у него вот эта травма. Откуда? В раннем детстве, это когда он был маленький, годика полтора, его родной отец за то, что он поломал Дэнди, его просто как футбольный мяч вот через всю комнату пнул. Ваню? Родной отец? И вот с того момента, вот это накопление злобы против взрослых, скорее всего, в нем и накопилось. Потому что мать ему неоднократно говорила про этот случай. В результате этого психически травматические травмы вот этой, у него стойкая хроническая болезнь развелась. Елена? Я бы хотела обратить внимание на слова отчима. Он проговорил, друг может даже наказать. Это как раз то, с чем мы столкнулись, это первое. Второе, конечно же, папы прежде всего дают модели поведения, кто еще другой, которые дети берут во всю свою взрослую жизнь. И способы эмоционального реагирования. Агрессия, жесткая агрессия, наказать, побить, это все накапливается. Других моделей поведения нет. Ваня, ты мне сказал, что ты не простишь Сашу, что ты хочешь, чтобы он сидел в колонии. Тебе нужно подумать о доброте, потому что я подтвердила свою мысль, что ты все-таки послужил во многом провокатором. Если ты не сделаешь выводы, завтра ты можешь очутиться на месте Саши. К сожалению. Об этом нужно думать. Извините, пожалуйста, можно, пользуясь случаем, попросить Ване прощения за все, что так случилось, за то, что он пережил, Ванечка. Я тебя прошу, прости, Сашу. Прости, Махте. Пожалуйста, Ваня. Дай мне, пожалуйста, ручку. Не надо, сынок, обижаться. Прости. Пожалуйста, прости нас всех. И мы что-то не доглядели, может. Может, что-то не заметили. Ну, прости нас, пожалуйста, всех. Не обижайся. На жаль, я спостерегаю, как в одной, так и в другой ситуации, что эти дети стали сиротами при живых родителях. Мало кто любит, мало кто делится любовью и пониманием, как у Саши, так и у Вани. Они растут сами по себе, они накопливают негативный опыт. Я очень прошу родителей, обратите внимание и подружиться с вашими подростками, которые подрастают, потому что они живут по своим законам. Человек, который часто видел вместе и Ваню, и Сашу, это водитель школьного автобуса. Он каждый день возит ребят в школу, много знает об отношениях подростков. Давайте послушаем, что он рассказал нашей съемочной группе. Внимание. Ваню и Сашу я возил постоянно. Ваня, он чуть-чуть мог бы где-то сворувать. Я чувствую, что в школе он мог бы сворувать. Якийсь рубль может украсить. За Сашу я даже вообще, я каждый день с ним общаюсь, с ними, с детьми. Я ее бачу, он ухаживает за своей, у него есть сестричка. Он тихий очень, спокойный. Я никогда ему не делал замечания. Пока я их возил, я не видел, даже чтобы у них был такой разговор между ними какой-нибудь. Не то, что они ссорились, а даже я не видел, чтобы они сидели друг возле друга. Я не видел этого. Что никто, даже в селе, никто даже не мог подумать, что он мог это сделать. Так, а сейчас давайте послушаем, что говорит о причинах случившегося мама Саши Марина Пашковская. Внимание. Я не могу его отдать туда, почему? Просто так, взять и отдать. Я мать, я должна спасать. Да. Татьяна Валентиновна, вот вашу дочь Марину, маму Саши, мы приглашали на программу, но она в последний момент передумала, отказалась ехать. Как вы думаете, почему? Там вроде Аркасию этому зятю сделали операцию, ей надо быть возле него, что-то такое. То есть в этом причина, да? Нашим журналистам удалось поговорить с вашим внуком, с Сашей, с Александром. Давайте послушаем, что он рассказал. Ну, ездил в школу, это он в одну школу, я в другую, там, в Дмитровке, получается, первая, вторая. То он до всех лез, то обзывался, знаете. Ну, всех до лез. То же, до вчителей бував, посилав. Ну, Ваня, брата двоюродного був, поламав дві удочки на рыбалки. Ну, трохи ему тиркидав там, то він додому не пішов. А то вечером у него вже. Ну, достав він мене, я пішов до нього. Ну, я не думав, що так получится, конечно. Ну, я пришел до нього там, про своє балакали. Ну, я обзывался, лез до мене, начинав биться. У нас в студії перец Арсен Мерзаян. Арсен, скажи, пожалуйста, ну, вот подростки, ребята, 12-16 лет, может быть, вот такая мелочная какая-то размолвка, обзывання, тряси? Насправді все так відбувається, і дуже частіше до цього призводить. Підлітків це буває, сам знаю по собі. У мене в житті було дуже багато таких прикладів, коли я брався за зброю, і вирішували такі питання. Але це ж, кажу, підліткові, і я кажу, що це дійсно стадія аффекта. Ти потім вже, коли це здійснюється, да, ти вже, я, насамперед, даю 100%, що Саша не зможе пояснити, чому він так вчинив. Єдина вважка проблема, що лишити це безнаказаним для Олександра, це теж не вихід, але... Ну, в тому-то і діло, зараз виходить, що ми навіть нескільки оправдуємо, ну, от Сашу, ну, сделал, ну, бывает. Ну, навіть не задумуємося о тому, що Ваня пострадав, він получив серйознішну травму. Тому що це, це може теж сприяти як до Олександра в селі, як, знаєте, як, ну, як авторитет, що, бачите, що я безнаказаним не лишився. Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Стелла, через Ваши руки уж точно прошло очень много детей самых разных. Скажите, вот это вообще объяснимо? Ой, тяжелая история. Вы знаете, я не оправдываю ни ту, ни ту семью. Это проблемные семьи. Единственное, самый такой светлый огонек в этой семье, одной из семей, это бабушка. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что будет все усугубляться. Дело в том, что если Вы обратили внимание по сюжетам, что у нас находится в селах. Посмотрите, у нас вообще спортивной инфраструктуры, как таковой, нет. Даже какого-то затоптанного футбольного поля и то нет. Дети – это наше будущее. И мы должны в них вкладывать, для того, чтобы они могли себя реализовывать в правильном направлении. И этой агрессии тогда не будет. И тогда, и тогда мы не будем рассматривать такие конфликтные ситуации здесь в студии, а будем говорить больше о позитиве. И не будем вкладывать в своих детей в медицину деньги, а будем вкладывать именно в спортивное направление. Арсен. Не треба нам инфраструктуру, нам треба модель поведенки выховывать. Нам очень важно наполнять детей любовью. Это самое главное. Если родители не могут наполнить ребенка любовью, должно наполнить его общество. Должен наполнить его интернет, телевизор. А что у нас в телевизоре в интернете? Агрессия, злость и кровь. Дело в том, что у нас дети и так зомбированы интернетом сегодня. Не, у вас вам конкретный выпадок. Едите, не интернет, играют в футбол, ходят на рыбалях на столок. Дело в том, что ни в коем случае нельзя ответственность не снимать с родителей. Так как мать относится и отец, и воспитывает своих детей, точно так же они дальше продолжают воспитывать своих же детей. Вот поверьте, я не знаю, что дальше будет с этими пацанами. У нас был непросто там, у нас сейчас, Сергей, секунду. Потому что уже заколебали вот эти... Сергей, во-первых, я попрошу грамотно, я попрошу не обзываться. Сергей, значит, послушайте. Футбольная школа нет, школу закрыли. Куда им идти? Вот, собственно, мы сейчас об этом и говорим. И пьют это, и отцы пьют, и матерятся, и дерутся. Но никто никого не убивал. Откуда эта агрессия у пацана? От того, что отец его бил постоянно. До такой степени, что Сашка убегал с дома, его в сторону Черникова менты ловили. Как мог ребенок не запомнить вот это, и не воспитывать в себе эту злобу? Ну вот такая, как у вас, агрессия, такая у него агрессия. Мне надоело слушать вас вот эти сладенькие речи вот эти. А реально никто в селу помочь не хочет. Сергей, я вас прошу успокоиться. И не дозвонишься. Сергей, я прошу... А когда уже случается, вы начинаете здесь умничать. А она же хоть сказала, что Сашу бил отец. Он сейчас довенял с топором. Она даже не заикнулась. А то же она... Попрошу Сергея вас съесть. ...деньги предлагала, чтобы помириться с ней, вот это, замириться и все такое. Она и разве об этом скажет? Да это, боже, одуванчик сладкие речи просит. Сейчас мы все узнаем. Просит прощения у него. А он практически инвалид на всю жизнь остался. Я же ребенка туда не посылала. А как случился? Ваш сладенький, хороший мальчик взял топор и порубал его. А потом еще ходил, после того, как под домашний рез посадили, и его нельзя было из дома выходить. Он ходил по селу и рассказывал. Если я знал, что он живой, я вернулся и добил его. Это как? Сережа, когда я вернулась с Кировограда, когда я вернулась с Кировограда, 7 числа я вернулась с Кировограда, и мне уже люди сказали тогда, ходят по селу, говорят, если б я знал, что Ваня выжибет, я бы вернулся и дорубал его. Значит, Сергей, Сергей, смотрите, вот адвокат. Если хотите правды, слушайте правду от народа. В данном случае экспертиза должна установить тяжесть степени телесных повреждений, если там средняя тяжесть, то ему в данном случае, как 16-летнему парню, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Также есть отягчающие обстоятельства, что преступление совершено в отношении малолетнего ребенка. Поэтому не исключено, что может быть максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы, если средняя тяжесть, то до 4 лет. Хочу сейчас представить социального педагога из школы, где учится Саша, Валентина Столбовая. Валентина Дмитриевна, что вы можете рассказать о Саше? Все ученики в школе знают Сашу как выхованного, чемного, очень слухняного парня. Агрессию он никогда не выявлял, но были случаи, когда он крав мобильные телефоны. И он у нас на облике стоит, на внутрешкольном облике, как схильный до правопорушений, именно за крадежкой мобильных телефонов. Татьяна Валентиновна, скажите, вот после того, как Саша напал на Ваню, вы обращались к специалистам, вот чтобы сделать какую-то психологическую экспертизу? Я в Кировоград не ездила, Марина ездила, мать его. То когда она привезла его через 14, ну через 2 недели, она мне ничего не сказала, она даже не показала эти документы, что там написано. Это было осознанное, целенаправленное убийство, не доведенное до конца. Состояние аффекта может произойти у кого угодно, у каждого из нас, если нас довезти. Только одного год доводят, другого два, третьего два часа. Мадам, вы там были? Я знаю, что это такое. Вы хотя бы один раз в это село нос суньте, и вы узнаете, почем там фунт лиха. Вы сейчас не самый лучший пример показываете ребенку. Сразу после рекламы в нашей студии тетя пострадавшего мальчика. Почему она хочет лишить родную сестру родительских прав на Ивана? Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня «Трудный ребенок». Сейчас я хотел бы пригласить в студию Наташа, вашу сестру, Любовь Лантух. Добрый вечер. Не надо сказать, не надо оправдывать. Потому что когда, вот было же дело такое, что когда он украв гроши, украв, это было дело. Нет, 200 гривен было? Нет, подождите. А сколько? Первый раз 700 гривен менюк украв. О-о-о. Стоп, 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 стоп. Это было не доказано. Это было не доказано. И ты до этого не сказала, а на студии тут теперь кажется. Подождите. Это было не доказано. Ну, когда никого не было в доме, вот именно, что мы были в второй комнате, дети гуляли, он до нас ходил. Пропали 100 гривен. Марина кляла, сбожилася, не брал. Не брал, и все, Саша прийшел до меня на колено, падает у тебя, Люба, я не брал, вот так улица. Виплило. Найшли те гроши Саши в школе. Обнаружили, за что он скупляется. Было таке. Когда я знала, что именно Ваня был сам, я с Наташей на то время не общалась. Я звонила до депутата нашего села и сообщала, говорю, Олег Анатольевич, пожалуйста, поедите, поделитесь, что там делается. Наташа оставила дитину. Он ехал и смотрелся, и потом они в сельсовете разбирались. Вы считаете Наташу хорошей матерью? Ну, может, в ней есть там где-то, ну, не проявляются в ней материнские чувства. Есть обязанность, а есть чувства. Вот в ней, может, десь трохи, что-то ей не хватило в детстве, может, материнского внимания, потому что она в интернате все время была. Любовь, объясните, вот вы что считаете, что Наташа достойна быть матерью, или ее нужно, вот исходя из той характеристики, которую вы сейчас говорите, лишать родительских прав, или как поступать? Можно ей дать исправительный срок, или, может, дать ей время, чтобы она поняла, или действительно она хочет воспитывать этих детей, или они ей нужны. Давайте сейчас послушаем, какую характеристику дает семьям глава сельсовета. Внимание! Семья Шевчуки относится к семье неблагонадейных, потому что мама, я прямо говорю, она выхованием хлопчика не занималась. Мама пришла снова в сельскую раду, и с вымогою отправить сына в интернат. Он мне не нужен. Ей важнейше влаштовать свое особистое життя, чем влаштовать життя своей дитини. Что касается семьи Пашковской, тоже належная увага не определяется дитине, потому что этот парень занимается бродяжничеством, его шукали и по подвалах, там нездорова атмосфера в самой семье. В первую очередь, родители несут ответственность за ховение своих детей, а этого нет. Правильно! За каждую дитину до своего полнолетия должны ответить от родителей. Батьки! У нас в студии глава гражданской инспекции по делам детей Дмитриевского сельского совета, Людмила Коваленко. Людмила Николаевна, как давно вы занимаетесь этими семьями, что можете о них рассказать? Семья Шевчукев у нас перебувает на облику не только как семья неблагонадейная, а как и семья, в которой совсем присутствуют отношения между матерью и сыном. Просто родинные отношения. Мы не раз отзывали эту семью и комиссийно, и с представителями районной службы у справа детей, про что свидетельствуют акты. Как вы были, Иванка? Как дитина текала из дома? Выкликали, когда маму мы на заседание гражданской инспекции. Мы, почти умываясь, маму просили, повернись к дитине, дай ему відчути, что ты мать. Ну, почему-то у мамы была всегда ответственность. Заберите его, он мне не нужен, влаштуйте его в интернет. Я в этих слов, Людмила Николаевна, я в этих слов не сказала. И когда мы были в грудь, мы сделали обслуживание этой семьи, вместе с представителем опиткунской ради, вместе с представителем Центра социальных служб детей, семьи и молодой. Когда мы побывали в них дома, я, даже не как посадовая особа, а как женщина говорила, Наташа, сядь рядом, біля Иванка, скажи, сынок, ну, десь, можливо, я не права, десь ты не прави, ну, налагуйте в эти стосунки, ну, не можна ж так дітьми своими розмінюваться. Эта семья стоит на обліку в службе справа дітей, як неблагонадійна. И после такой страшной трагедії Сельская Рада підготувала пакет документов на позбавлення її дітей батьківських прав. Любовь, скажите, пожалуйста, вот интересно ваше мнение, как ужиться теперь вот этим семьям, как ужиться теперь Ваня и Саша в одной деревне, в одном школьном автобусе, в одной школе. Не знаю, надо або тихий золірувати, або тихий золірувати, потому что даже мої діти бояться. Діти мої бояться. Менша дитина вийшла на улицу, Саша позавчора проїхав велосипедом по нашій вулиці, Эдик забіг, що йому 6 год нема, забіг у двір, каже, мамочка, я боюсь, а він до нас у двір не зайде. Я хочу сказати то, що діти, помімо ваших, Люба, дітей, йдуть здороваються к Саше, мальчики подають йому руку, дівчонки з ним общаються по телефону, все нормально. А Ваня с Сашей, Саша з Ваней общається? А Ваня с Сашей нет, Ваня, коли увидит Сашу, він убігає. Це я не знаю, хто вас настроїв. Давайте якось поміряємося з цим всіх. Що значить, хто настроїв? А як бути, якщо ваш внук таке зробив? Арсен, будь ласка. Нам треба розуміти, що треба врятувати хлопців. Та ви нічого не врятуєте. Якщо... Стоп! Ви не бачили... Ви не бачили дитячі колонії. Ми зараз якщо того хлопця помістимо в те середовище, а там середовище зі своїми авторитетами. Хорошо. І цей конфлікт не треба там, щоб вирішували батьки. Такі конфлікти вирішують хлопці самі між собою. Це таке... Тихо, спокійно. Батьки б вирішували, якщо упоминали на боротьбі. Завжди, завжди. А іді, сьогодні, взяв топор і стал вбивати його. Це вже уголовне наказуємо діяння. Саме головне в цій ситуації, щоб ми друг другу шли навстрічу. І ні в коем случае то, що у нас ще осталось, ні в коем случае ми не закривали і не забирали. А наоборот, развивали. Тоді у нас не буде таких агрессорів. І тоді у нас совершенно по-другому діти будуть виспитатися в семі. І тоді не буде униження... Тоді не буде униження всіх присутніших. І тоді не буде... І тоді будуть люди відноситися друг к другу з пониманням і уваженням. Матрішкина, а я запомню вас. Сергій, я... Сергій, я... Тоді не бачитися за це поведення. Тоді не більше сказати нечого. Нужно подібрати правильну воспитательну форму роботи. Для кожного индивидуально. Детей нужно социализировать в обществу. К сожалению, в селах, кроме коров, травы і ще кого-то, вони більше не видят никого. Говорили неоднократно, що друзей, наскільки я понимаю, у Вани нет. Для того, щоб Ваня научився розговарувати, дружити, понимати, хто такий действительно друг, і не видити його в лице свого отчима, а видити друга ровесника. Возможно, його нужно перенести на какое-то время, я не знаю, в детский лагерь отвезти, щоб він хоча б 2 недели пожил в другому обществі, научився що-то делать, посмотрел на себе со сторони. Точно така ж работа должна бути проведена і з Александром. Понятно, що сначала правоохранительні органи в це вмішаються, але далі ми можемо спасти, якщо ми будемо з цим працювати. Тобто ви готові взяти Ваню, заняться і пригласити його в свій лагері? По крайній мере, ми не даємо 100% гарантию, що ми за смену, за 2, за 3, зробимо з нього абсолютно другого чоловіка, але ми готові брати, питатися і працювати. Ваня, ти слышала, да, о такому лагері. Хотела би в такому лагері? Ну, да. Наталья, ось сейчас лето, можете отпустить, сына в такое вот предложение есть, чтобы ваш Ваня побыл какое-то время с другими ребятами, возможно, завелся нових друзей, научился чему-то. Вы готовы отпустить своего сына? Да, я хотела попробовать, пусть бы чему-то, а может новому чему-то научился. Милоще просить. Ваня, собирай чемоданы. Марина. У меня трое детей, я ругаю, я наказываю, но я всегда говорю, я тебя очень люблю, никогда не делай этого, потому что я тебя так люблю, я тебя залюблю за то, что ты это сделал. Нужно любить, нужно прийти обнять. Он вышел, сел около нее, она его ни разу не обняла. И эта женщина воспитывали этого мальчика, который потом провоцировал другие детей. И у одного ребенка просто съехала крыша, и он так отреагировал. Поэтому вкладывайте побольше любви. Пускай этот случай станет переломным в жизни вашего ребенка и того мальчика. Мы часто слышим, дети очень жестоки. Откуда берется эта жестокость? Я думаю, что причиной всему этому наше с вами отношение к собственным детям. И наша занятость, часто надуманная занятость, об этом важно думать, чтобы избежать страшного. Это касается каждого.